приветствую вас уважаемые зрители меня зовут евгений петров я заместитель генерального директора по маркетингу юницкий string technologies и мы с вами встречаемся в очередном выпуске посвященном ответа на вопрос которые вы присылали нам в течение года запланировано у нас несколько выпусков в результате чего точнее в завершении чего будет выпущено нами обращение генерального конструктора и генерального директора юницкий string technologies в котором мы планируем подвести итоги сегодня у нас снова в эфире присутствует арсен виоленович бабаян это директор ооо струнные технологии юницкого город москва олег маркович зарецкий директор компании юскавери город дубай а также сотрудники юницкой string technologies руководитель отдела управления проектами максим гусев и руководитель управления проектных работ максим викторич кубышкин сегодня мы с вами будем говорить об особенностях переговоров в регионах мы в прошлый раз обозначить регионы где наиболее активно сейчас присутствуем это индонезия индия африканские страны доминикана а также российской федерации и казахстан вот о том какова специфика проекта в какие-то вообще проекты да и на каких этапах мы находимся и в чем есть те или иные нюансы я предлагаю поговорить сегодня ну можно продолжить традиции в прошлый раз мы начинали с нашего дубайского офиса с олега марковича предлагаю олег макич и вам и эту нашу дискуссию открыть и рассказать для начала о том какие задачи мы решаем и каких проектах вообще идет речь пассажирский это проект грузовые какой там пассажиропоток или грузопоток и может быть другие детали в рамках того что мы можем открывать я бы хотел рассказать несколько слов об африканском проекте где мы работаем над созданием глобального стратегического проекта это транс континентальный коридор транспортный при том что комплексный подход эта компания достаточно известная в африке которая желает выстроить транс африканский коридор от индийского океана к атлантическому океану здесь вопрос в том что множество стран особенно в южной части в центральной южной части африки они как бы не имеют выхода к морю и логистика является конечно ключевым вопросом в первую очередь это грузы ну и как конечно пассажирские перевозы тоже но в первую очередь грузы и вот именно эти логистические вопросы они полностью блокировали возможность развития многих африканских стран и конечно же выстраивание транспортного коридора да ну а если говорить о транспортном коридоре железная дорога грузовые перевозки но это сделать необычайно трудно вследствие сложного рельефа огромного количества рек препятствий опять же не решенности земельного вопроса то есть там где мелкие крестьяне племенные эти все отношения невозможно просто забрать землю под строительство там железной дороги и что вот здесь идеально подходит наши струнный транспорт который идет на втором уровне в принципе не мешая там крестьянам собирать свой урожай переходит реки овраги различные препятствия фактически по такой же стоимости как и просто надо ровным участком маршрута конечно мы сейчас очень надеемся получить серьезный контракт но к сожалению пока на технико-экономическое обоснование на этот проект вот и мы ведем переговоры ну нас на очень высоком уровне в странах по которым будет проходить этот коридор это президент завтра даже там с президентами встречали да да это уровень президентов это уровень министров транспорта это уровень очень влиятельных финансовых организаций потому что конечно же это проект который будет очень очень серьезно опять же этот это мы мало о нем упомянули в прошлый раз потому что это проект который еще раз говорю находится на стадии пока что решение техника экономического обоснования но и и и фактически мы говорим о первом этапе этого проекта но тем не менее конечно это я считаю глобально это там где струнный транспорт реально может изменить вектор развития целого континента и соответственно я надеюсь очень сильно что мы получим большой контракт на производство техника экономического обоснования на развитие концепт-дизайна вот этого транспортного коридора и мы конечно там в приоритете находимся вследствие именно преимуществ которые предлагает наш струнный транспорт но мы говорили много об индии сейчас я заявки идут просто лавинообразно из разных штатов из разных городов и мы пытаемся их все обработать мы пытаемся дать предложение и уровень встреч это как минимум премьер министры штатов это у них chief министр называется 7 или министры транспортов штатов мы даже не успеваем сконцентрироваться на чем-то конкретно мы сконцентрировались на проектах которые у нас фактически в руках и которые мы уже приступили к проектированию я хотел здесь подтвердить олег но если позволите мы вам тоже работы здесь подкидываем после того как вы приняли на территорию sky-центра от министра транспорта господин гадкари через сайт юнистский stream technologies пошло просто огромное количество заявок от различных компаний которые кто-то интересовался кто-то кто-то выходил уже с конкретными предложениями естественно в ваш адрес их всех перерисовывали ну да но вы знаете тут как раз таки это палка о двух концах то есть люди хотят вспрыгнуть на по и на подножку идущего поезда да то есть когда просто к тому что все очень серьезно это очень это очень ажиотаж пошел да действительно много очень заявок но главное что в ходе обработки этих заявок действительно вскрываются многие потенциально возможные проекты которые но если не сейчас то завтра мы к ним вернемся ну естественно мы говорим я говорил что мы встречаемся в индонезии встречались с губернатором джакарты встречались заместителем министра транспорта встречались с управлением метро джакарты они тоже заинтересованы сейчас в индонезии мы решаем все вопросы мы должны и правовым право юридически решить вопросы правовой статус закончить оформить представительство компанию и затем конечно нас ждет такой же я надеюсь развитие как в индии ну что я хотел сказать но в довершении в дополнение все-таки вопрос такой обобщающего характера все-таки вот мы говорим что у нас к 100 проектов в работе преимущественно вот тем направлении которые вы закрываете это пассажирские трассы или грузовой трудно трудно выделить приоритет для меня конечно и же я считаю что пассажирские трассы они пассажирские проекты они хотя их более трудно получить и они более но они для меня сейчас более привлекательно как говорится это это фрукт который висит немножко ниже грузовые и более статусные да 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 груза грузовые груз грузовое решение она более сложное в исполнении не надо делать ошибку конечно струнная технология юницкого и наши инженеры то что сделали это ну представляете что фактически 50 тонны груз летит по нескольким стальным канатам летит со скоростью 120 км в час это просто я считаю гениальность инженерной мысли но конечно это и больший вызов вот соответственно конечно мы работаем во всех направлениях понятно олег маркевич спасибо за комментарий на самом деле вы так с энтузиазмом рассказываете о решениях для контейнерных перевозках я знаю что вот арсену явлены на территории снг в первую очередь даже может быть с большим энтузиазмом относится к грузовым решениям но не к тем о которых говорите вы не решением для перевозки контейнеров а к решением для перевозки сыпучих грузов насыпных грузов и это решение называется у нас юнитранс я прошу тогда вас рассказать вот может быть более подробно об этом решении об этом направлении работы о том какие здесь открываются возможности перспективы и на каком этапе в переговорах мы находимся сегодня хочу сказать что решение юнитранс по перевозке насыпных грузов на мой взгляд является крайне востребованным особенно на территории россии стран снг ну во первых по той простой причине что традиционно в системе мировой экономики мы являемся так сказать глобальным источником ресурсов вот горные отрасли это угли руды металлические инертные материалы я не знаю еще что то подобное вот это с одной стороны с другой стороны у нас достаточно сложные рельефы наши территории значит представлены там значительная доля арктических территорий богатых всякими минеральными месторождениями поэтому юнитранс способны преодолевать вот эти сложности рельефа выпрямлять трассы обеспечивать их так сказать прямолинейности высокие скорости является крайне востребованным продуктом вот и именно поэтому значит к этому есть огромный интерес и соответственно очень важное качество что технологию которую предложила антоль дарч она полностью импортозамещена то есть она не требует никаких импортных поставлять компонентов вот это тоже в настоящий момент в условиях социального давления является очень важным критическим я бы сказал преимуществом поэтому данная технология крайне востребована вот если сравнивать с аналогами вот мировыми то соответственно она пригодна для использования сложных арктических условиях с низкими температурами вот соответственно у нас может быть использована отечественная лента в арктическом исполнении вот это тоже важная составляющая ну и ветровые нагрузки и вечно другие травы и нагрузки соответственно еще раз груз защищен я может быть уже повторяюсь вот это что касается зарубежных аналогов тут важно вот еще что что отгрузка из россии в частности на экспорт или внутри необходима портовая инфраструктура и вот я могу сказать что наверно относится ко всей линейке продуктов струнного транспорта то что она позволяет сделать эффективную портовую инфраструктуру это касается и контейнерных грузов и соответственно и насыпных грузов струнный транспорт юницкого эстакадный позволяет портовую инфраструктуру разнести на просторные удобные площадки которые не зависят от рельефа береговой зоны она может быть скалистая гористая неудобно и так далее они могут находиться собственно портовая часть может находиться в глубине суши вот и причем достаточно на свободных территориях вот а что касается терминальной части она может быть в виде барж заикаренных в глубине моря и таким образом струнный транспорт юницкого позволяет эти два функционала разнести существенно дешевить портовую инфраструктуру и сделать ее очень эффективной вот кстати в этом направлении у нас тоже есть ряд потенциально интересных проектов тоже связанных вот именно с решением данной проблематики и есть и серьезный интерес вот к нашей технологии в этой части да ну здесь надо сказать что возможности на самом деле здесь потрясающие они колоссальны ну и если позволите здесь резюмирую несколько если в чем-то ошибусь поправьте меня коллеги на самом деле мы видим что на сегодняшний день у нас большая часть проектов по которым мы работаем это пассажирские перевозки они для нас стратегически важны в том смысле что пассажирские перевозки это всегда очень яркий проект это всегда проект который на виду находится это всегда проект статусный так или иначе особенно если мы говорим о больших достаточно пассажиропотоках но и вместе с тем вот в тени но не менее значимым это является грузовое направление по которым тоже сейчас активно ведутся переговоры но естественно что в каждой стране они имеют свою специфику и в том числе в плане выполнения именно проектных работ они управления проектами давайте чуть затронем эту тему у нас немного времени остается вот максим николаевич наверно с вас давайте начнем я напомню максим николаевич гусев руководитель отдела управления проектами вопрос такой какова специфика работаем в зависимости от регионы приложения точек приложения транспортно-инфраструктурных решений уст и и как с этой спецификой мы работаем как справляемся с теми трудностями задачами которые сегодня есть я хотел просто немножко защитить да то есть пассажирские дав в плане того что почему именно юсти да и группа компаний в целом да то есть такое большое внимание уделяет пассажирским да потому что возможность применения да то есть на самом деле довольно таки широкая мы начинаем говорить от каких-то маркетинговых проектов да там где длина допустим там километр еще что-то у нас заказчики из из разных стран которые говорили что вот у меня есть до район да то есть девелопера как таковы но мне нужно да как-то отстроиться быть не похожим на своих коллег у которых так абсолютно такие же районы да но при этом цену нас выше а что нам делать окей у нас есть эко транспорт да вот вы его построите и в целом будет это привлекательно не похожи на других и и собственно по-другому это один тип проектов когда мы говорим в дальнейшем есть такой термин да как последний километр образно говоря представьте что идет метро всегда позвольте вот по предыдущему дополнить хотелось просто возможно если если позволите в каком отношении вы говорите о том что применение струнного транспорта юста дает некие маркетинговые приму преимущество становится такой фишкой или узнаваемым объектом в рамках новых девелоперских решений но еще это же выгодно для девелоперов вот тех в частности компании с которыми мы сейчас работаем они прекрасно понимают что цена к примеру квадратного метра будет арендные площади или живые площади она возрастает сразу не в разы но точно очень существенно то что я люблю говорить всем клиентам хотя я не так часто с ними общаюсь как мои коллеги да я говорю что побочным продуктом да то есть наших анкерных станций и скажем так строительных конструкций является торговые площади а из-за того что наша анкерная опора да то есть это такое скажем так сооружение то мы можем допустим на первом этаже да то есть или сделать его наоборот побольше и соответственно создать вот эти коммерческие площади которые будут генерировать да то есть дополнительные деньги и как раз то что мы говорили возврат инвестиций помните возврат инвестиций идет меньше и не стоит забывать что для многих стран да то есть это будет первый автономный проект в вообще в стране да если мы говорим про беларусь у нас нет автономного транспорта ну то есть вот так повелось но я просто или я его не знаю да то есть и вот как россии не лайт да вот вроде бы казалось маленький проект да но при этом это первый в стране да то самодвижущая автономный назовите как угодно но это первый такой тип транспорта вообще в целом в стране но если не считать эскалаторы в метро слушайте если в этом плане да конечно бы не первый но давайте будем серьезнее у нас есть маркетинговые серьезные преимущества у нас есть последний километр до допустим вы построили допустим метро там 12 станций 13 да иногда из-за того что сложный рельеф или что-то или потом грунтовые воды какие-то он иногда стоит дороже да чем все эти 12 станций которые построили до этого да то есть и нужно вот как раз пересадки вот этот последний километр включить в инфраструктуру да скажем так транспортного города окей мы сможем это сделать причем это довольно таки доступная тема есть перемещение внутри района да то есть мы забываем что есть определенный район да вот снизу по бокам находится школы сверху больница с той стороны еще какое-то социально значимое здание а перемещение внутри нет да помните это как или в москве или в минске долгое время до для того чтобы перевод типа пройти вот буквально там два километра нужно было доехать там до кольцевой станции да то есть вернуться обратно проще было на самом деле стопка допустим такси взять до чем на метро доехать или еще что-то вот как раз для этого у нас есть у нас есть понимание что можно применяться через сложные объекты да то есть через реку через горы и так далее плюс мы понимаем что есть еще исторические города и просто города да ну вот представим что вот я из владимира да то есть это вот мой родной город в россии представим что слева зданию 500 лет справа зданию 600 лет между ними находится двухполосная дорога да то есть не не левее не про их раздвинуть невозможно да то есть город вот как раз лимитирован да то есть пространство под машиной всего остального и понятно что мы можем также находиться и за городом да то есть это и и дешевле и лучше и так далее все-таки тогда сразу вот максим никого еще шоу от ответа точнее просто издалека начал тогда максим литрич вам этот вопрос переходит вот какова специфика работы именно с нормативной базы законодательной базы вот в зависимости от региона где у нас уже есть опыт где ему мы его сейчас аккумулируем ну как мы вообще выходим решаем эти вопросы хорошо ну вот наблюдение да то что максим говорил то что до этого арсен рассказывал личный мой опыт если два-три года назад при общении с потенциальным клиентом там с чиновником там либо с бизнесом с технарями которые занимаются развитием некой территории два-три года назад еще нужно было о преимуществах комплекса нашего транспортного решения рассказывать то есть заниматься такой просветительской работой вот как это работает почему такие пролеты что дает наша технология в сравнении там не не знаю с метро с эврт с монорельсом и так далее то уже сейчас вот вот в тех переговорах которые я участвую даже первые переговоры первая встреча с клиентом когда ты еще по инерции начинаешь говорить а вот наше преимущество перед там классическим монорельсом перед канат такой они гри знаем знаем не надо не тратьте время мы уже все про вас про вашу технологию знаем все изучили были видели ваш юнилайт были марина горки вот давайте вот здесь сделаем станцию здесь пройдем напрямик здесь сделаем поворот вторая станция там и дальше как то есть уже клиент наши технологии изучил и на самом деле это очень приятно потому что этот клиент уже заряженный он уже сам первичные такие скажем так оценку правил он понимает где наше преимущество соответственно результативность вот этой работы с клиентом она гораздо выше это вот переворот произошел буквально вот наверное за последние где-то года два что касается проектирование соответствия нормативам ну я уже в предыдущей встречи кратенько об этом сказал мы уже набрались опыта естественно работы на рынке нашим бывшим страны снг наше законодательство она общем-то очень близко что беларусь что в российской федерации что в казахстане все мы выходцы из советского союза вот и здесь у нас абсолютно никаких проблем те решения которые мы реализуем беларуси планируем реализовывать в российской федерации они практически идентичны если мы говорим о странах с другой историей конечно мы набрались опыта в арабских эмиратах мы там уже реализовали несколько проектов первый тестовый участок он построен функционирует четвертый тестовый участок груза пассажирские которые мы подробно говорили планируется к воду и поговорим и поговорим еще подробнее да вот и там мы проектируем по еврокодом учитываем местные особенности потому что особенности эти есть мы эти нормы изучили на самом деле ничего уникального там нету законы максим виктор скажите вот правильно ли я понимаю что вот тот опыт который был накоплен в связи с работой на территории парка инновации шарджи он сейчас нам очень помогает в частности в работе по индийскому знаешь там одна одна и та же накопилась практика накопились некие паттерны уже поведение с клиентом принципы работы с заинтересованными сторонами мы понимаем что как можно раньше нужно привлечь наших партнеров консультантов на ранних этапах чтобы мы уже при закладывании технических решений мы учитывали особенности местного законодательства местной нормативной базы ну и нормативная база ведь очень похожа ведь эти же страны и арабские эмираты и индия они же во многом унаследовали вот такие каноны британского права до британских да не секрет да что арабские эмираты что индия в общем то там нормативная база она близка к британской базе к американским стандартам вот на самом деле ну вот по моему мнению три мощных таких центра в мире с точки зрения нормативной базы это бывший значит регион бывшего советского союза то наша советская практика это сша это европа вот и мы уже с тремя этими направлениями мы уже имеем опыт работы мы давно работаем с евро кодами мы уже изучили и в том числе и американских стандарты ну естественно наши родные бывшие советские нормы нам хорошо знаком поэтому мы накопили уже достаточно опыт для того чтобы реализовывать объекты ну практически по всему миру прекрасно ну таким образом мы видим что с одной стороны есть технология которая обеспечивает массу преимуществ которых нет у других решений вот например арсен вы говорили о юнитрансе перечисляете многие преимущества которые у него есть но вы не упомянули что это на самом деле еще и одно из самых доступных с точки зрения капитальных затрат решений где стоимость может начинаться там скажем от от двух от полутора миллионов за километр и с точки зрения операционных затрат мы здесь также выигрываем мы считали если не ошибаюсь там выходила стоимость тонна километра что-то порядка там двух рублей при таких пессимистичных прогнозах показатели уникальные на самом деле показатели уникальные просто чтобы сравнить вот там нормальная цена это 30 рублей за тонн на километр то что есть в практике в российской в 10 раз больше даже больше даже больше чем 10 раз поэтому да у нас уникальные показатели у нас уникальный продукт у нас продукт отработанный продукт реализованный продукт который имеет подтверждение своей эффективности на сегодняшний день ну и у нас есть необходимый опыт для того чтобы этот продукт применять на территориях причем вот спасибо максим ты уже сказали что и европейские законы и и нормы нам знакомы и британские американские и пространство снг тоже с точки зрения нормативной законодательной базы нам на сегодня понятно поэтому дальше мы будем только наращивать количество проектов и к сожалению не обо всем будем рассказывать сразу о том почему сразу рассказывать не будем об этом мы поговорим в следующем нашем выпуске тему его звучит как сложности реализации и закрытости информации поэтому ждем вас на следующей нашей встречи где вот как раз об этом и поговорим подробно спасибо за внимание